Вернемся к яйцам. Вернемся к яйцам. Поговарим о яйцах. Поговарим о яйцах. А чем еще? А чем еще берем взрослым мужчинам разговаривать о яйцах? Ну, чужие. Так, все. Здравствуйте, дорогие друзья, зрители и подписчики нашего канала. Меня зовут Лосев Дмитрий. Я являюсь зоологом компании Планеты Экзотики. Тема нашей сегодняшней встречи – это ресничный бананоед. Рокодактус силатус. Сегодня поговорим про него. Что это за зверь, где он живет, чем питается, и, что самое главное, какое оборудование нужно для содержания его в домашних условиях. Вот этот милый симпатичный зверек и есть ресничный бананоед. Своё название он получил из-за ресничных таких вот отросточков, которые тянутся у него вдоль всего тела, по голове и по бровкам. Из-за этого являясь ресничками. А бананоедом называется, потому что все-таки, несмотря на то, что преимущественно является насекомоядным видом, охотно поедает и перезрелые бананы, и прочие фрукты. Люди часто спрашивают, а неплохо ли им живется в неволе. И стоит заметить тот факт, что они были почти что вымерли в среде, естественно, обитания, пока не были повторно открыты в 1994 году. Соответственно, как вид, он процветает именно в условиях терроремистики, а не в природе. В терроремистике мы можем задать им всегда идеальные условия, идеальное кормление, в природе же идеальных условий как таковых нет. Плюс фактор человека, он всегда влияет, и для животного мира не всегда в положительную сторону. Сама же зверюшка у нас обитает на островах Новой Каледонии, являясь там как раз-таки эндемичным видом. Преснечный баноед представляет собой некрупного геккона, ведущего преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. Является он абсолютно всеядным, питается как и животной пищей, так и растительной. Те же самые бананы, откуда и пошло его название бананоед, то есть перезрелые бананчики, с удовольствием поедает. Также мелких насекомых, сверчков, тараканов, ну и прочее. Рацион должен составлять растительной пищи процентов 30-40, все остальное – животное. А можно также давать фруктовые смеси из детского питания. Прекрасно ему заходит как рацион. В условиях неволи не стоит забывать про витамины кальциевой подкормки, которые он должен давать со сверчками с каждым кормлением. Животное вырастает некрупное, в среднем до 20 сантиметров, обычно 15-18. Половая зрелость достигает полутора годам, после чего спаривается. И самочки откладывают в грунт по два яйца. Инкубация составляет порядка двух месяцев, иногда чуть больше, до 75 суток. Для содержания в условиях неволи вполне подойдет террариум небольшого размера, 30 на 30 по площади дна, высотой 45 сантиметров на одну осу. Если захочешь держать побольше, пару, группу животных, лучше держать террариум все-таки большего размера, там высотой до 60 сантиметров, больше смысла нет. Для поддержания температуры очень удобно использовать светильнички нашего производства, и также греющие лампочки Pet Pet Zone. Мощность лампы подбирается, исходя из размера самого террариума. Опять-таки, несмотря на то, что животные все-таки являются сумеречными, желательно использовать ультрафиолет, потому что даже днем животное все-таки выходит под солнце. Кальциевый обмен все-таки очень важен, а ультрафиолет этому способствует, в выработке витамина D. Для этого я посоветую вам 2.0 EWB лампочки SimpleZo, либо же цокольные под Е27 цокол, так называемые компакты, либо же можно использовать трубочку Т8. Это уже зависит от того светоарматура, которая у вас присутствует в террариуме. Для того, чтобы убить двух зайцев, существуют такие вот лампочки. То есть, по сути, это является греющая лампа, которая несет в себе и ультрафиолетовый спектр. По сути, является 2 в 1. Очень трудно использовать. Так как животное является древесным, соответственно, можно использовать большое количество лиан, коряжек, искусственных растений. Можно оформить его живыми. В качестве сурактов прекрасно подходит любой гидроскопичный грунт. Можно крупный кокос, который продается у нас в брикетах, либо же это может быть мульча, с добавлением моха сфагнула. Расскажи про цветовые морфы. Фресничатый банноеды достаточно давно находятся в селекциях, поэтому очень много выведено цветовых вариаций. Цвета варьируются от песочного, зеленоватого до кирпично-красного. Есть морфы, отличающиеся именно по окраску рисунку тела. Так называемые фаеры, долматины. Поэтому человек, хозяин, будущий заводчик, может выбрать их на любой вкус и цвет. Несмотря на то, что многие считают, что рептилии скользкие и противные, на ощупь они достаточно приятные. Такие легкие велюр. Также, чем уникально это животное, то, что нанотехнологии в мире животных. Вопреки общему мнению, что у гекконов на лапках присоски, это в корне не так. А у них имеются микроскопические волоски, которые, можно сказать, почти на молекулярном уровне цепляются за поверхность. Когда геккончик, выгибая лапку, цепляется за поверхность. Соответственно, волосок, он почти на молекулярном уровне, входит в промеж молекулярных соединений. Те самым держат. Просто, грубо говоря, создается эффект трения. Когда цепляется, он просто пальчики отворачивает обратно. И отцепляет их. То есть, просто отодрать, сдвинуть, отодрать, он сам их не может. Просто делает момент ручками. Пловый дерморфизм у бананоедов выражен достаточно сильно. То есть, отличить самца от самки, в принципе, легко в возрастном состоянии. А у самцов по внутренней поверхности бедра есть, так называемые, бедренные поры. А также два крупных утолщения в основании хвоста. Многими ошибочно представляем, как будто это яички. Нет, это в корне неправильно. Это не яички. Это просто полость под гемипенисы. Как и у всех рептилий, у геккона их два. Поэтому яичками тут, как говорится, и не пахнет. Что? Ну и по поводу пахнет можно убрать. Фух, как некультурно. На этом наше видео подходит к концу. Вопросы можете оставлять в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки. И приходите в гости в наш салон Планеты Экзотики. Редактор субтитров А.Семкин